Ребят, всем привет! Вы на канале ZTiger, меня зовут Изад. Сегодняшний обзор посвящен как настроить газ для сварки алюминия и на что он влияет. Ребят, смотрите, вот такая вот пластина длинная. Я на ней положил несколько швов. Расскажу сейчас быстренько, объясню для начинающих. У кого не получается положить красивые глянцевые швы. Почему у меня не получается? Блестящий глянцевый шов. Что я делаю не так? Вроде баланс очистки кручу, газ кручу, вроде все не так. Шарик закатал, все вроде хорошо, ампераж вроде не большой. Объясняю, ребят. Смотрите, у меня на всех этих швах, которые я положил 100 ампер, 100 герц. Я ничего не менял. Всегда варил все эти швы 100 ампер, 100 герц. Идем дальше. Смотрите, вот этот шов 5 литров. 5 литров газа, баланс очистки 20. Баланс очистки 20 у меня это минималка. Получается, я баланс вообще не выкручивал. Считаем баланс 0. При таком балансе у меня вот такой вот шов, более такой грязный, плохо очищенный. И теперь смотрим второй шов, рядышком который блестящий такой. Тоже ничего не менял, ребят. Я просто добавил газа на 5 литров больше. Смотрите, какая разница. Глянцевый, чистый, красивый шовчик. А здесь, ну такой, как будто бы я что-то сделал не так. Хотя, все одинаковое, ребят. Все-все, в принципе. Баланс 0, баланс 0, 100 герц, 100 ампер. Но у меня газ разный. Здесь 10 литров стоит. Здесь видите, очистка побольше чуть-чуть. А здесь 5 литров. Мало защиты, мало очистки. Ну и пожалуйста, такой шов получился. Идем дальше. Вот здесь вот у меня 15 литров вообще выставлено. Видите, какая зона очистки большая. Баланс 0, 100 ампер, 100 герц. Идем дальше. Также здесь 10 литров. Зачистка чуть меньше, как видим. Но баланс я здесь прибавил на 2%. Вот. Чуть шире у меня шов стал. Вот. 100 ампер, 100 герц. Идем дальше. 12 литров. 12 литров. Баланс 35. Ну, при таком балансе, да, и в таком литраже варить, ну, невозможно почти. Вот такой вот широкий, широкая зона очистка получается. Плюс очистка и большой литраж. Но у вас сверху просто шов ложится. Ну, где-то он блестящий, да, вот. Но не рекомендую, ребят. Поэтому хотите положить нормальный глянцевый шов, забудьте про баланс. Вот. Баланс вам нужен будет только при сварке грязных, типа, там, блоков ГБЦ, да, поддоны всякие. Ну, все, что в масле, в жиру, все вот это вот пропитано. Все, в чем пропитано маслом, вот. Ставьте очистку там уже побольше. Если у меня ноль при вот таких вот, например, листовых, да, соединениях, баланс очистки я вообще не ставлю, грубо говоря. Вот. Смотрите, вот тавровое соединение. Сейчас вам покажу. Здесь баланс очистки тоже ноль. Видите, аккуратная зачистка по краям. Хороший глянцевый шов красивый. Вот. Отражает сильно, плохо видно. Вот так вот. Баланс ноль, 100 ампер, 100 герц. Сейчас газ на тавр, ребят, на тавр газ выставляете меньше, намного меньше. Не 10, не 12, не 15 литров. Выставляете от 5 литров. Вот. Если меньше будете выставлять, будет попадать грязь. Выставляете от 5 литров и все у вас получится. Сейчас. Здесь вот такая вот, короче, небольшая схемка, ребят. Вот если мы варим тавровый шов, да, если мы будем варить вот в таком положении, смотрите, вот у нас получается горелка, шестерка, сопло. Если вы выставите больше газ, у вас будут завихрения, будет нестабильная дуга, у вас будет шов ложиться плохо, да, и будет собирать всю грязь. Вот. Потом вы будете говорить, что у вас не получается. А почему? Потому что вы газы много выставили. Также мало газа, ребят, у вас будет просто грязь собираться. Вот. На такое соединение, да, тавровое соединение ставьте от 6 литров и будет вам счастье. Будут красивые швы. Про баланс забудьте. При вот таких вот листовых соединениях, там, профильные трубы, да, толщиной там от миллиметра, там, спокойно ставьте этот, ну, баланс 0, не парьтесь, ребят, и все у вас получится. Вот. Поэтому имейте в виду, что газ очень сильно влияет на сварочный шов, на его внешний вид. Вот. А проплавление или, если вы хотите сделать пошире, просто берете герцовку, делаете меньше 80 Гц, и у вас вот этот шов, он будет пошире. Будет широкий, будет блестящий. Вот. И, если вы герцовку будете делать меньше, соответственно, у вас сварной шов будет шире, да, и, ну, ванночка у вас будет шире, и вы выставляете на 2, на 3 литра этот, больше расход газа. Например, если у меня вот здесь вот стоит 10 литров, 100 Гц. Если вы хотите чуть пошире, вы делаете 80 Гц, и вот здесь вот делаете 12 литров, вот, чтобы у вас широкий шов, хорошо зачищался, да, вот, зачищался и защищался, вот, поэтому, ребят, пользуйтесь на здоровье. Вы сначала попробуйте выставить минималку, если у вас получается такое говно, вы берете, ставите 8-10 литров, видите, на тех же амперажах у вас получается вот так, все, ребят, больше ничего не надо. Пользуйтесь на здоровье настройками, да, вот, такие профильные листовые, мы вообще не трогаем баланс, вот, мы баланс начинаем крутить, когда у нас появляются вот такие штуки. Это запчасти, например, автомобильные запчасти, поддоны всякие, там, ГБЦ и так далее, и прочее, которые пропитаны маслом, которые в грязи, да, вот, ну, вот, на такие вот можно этот баланс уже крутить в плюс. Почему это надо? Это надо для того, чтобы вся грязь, пропитанная алюминием, чтобы она выходила наружу, ребят, вот, для чего баланс нужен. Поэтому пользуйтесь на здоровье, всем удачи, я надеюсь, я вам помог, ставьте лайки, подписывайтесь, всем пока-пока.